Всем привет! Сегодня мы будем проходить Present Continuous. Это второе время, которое мы будем проходить на этом этапе, на этом уровне Beginner. Также на следующем уроке у нас будет Past Simple. Не паникуйте, не бойтесь, что мы проходим это так интенсивно. На самом деле на уровне Elementary это все дополнительно еще закрепляется. Поэтому давайте начнем. Прежде мы начнем с прослушивания вот этих диалогов. И после этого вы узнаете, уже будете иметь представление, когда используется и как формируется это время. Present Continuous Dance. 2 Hello? Mia? Sorry, Simon. I'm on the plane. They're closing the door now. Call me later. OK. 3 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЕЁ БОЙФРЕНД САЙМОН ХОЧЕТ С НЕЙ ПОГОВОРИТЬ Здесь, в принципе, лёгкие диалоги, здесь всё понятно, только обратите внимание на вот эти вот фразы, которые обозначены жёлтым. И вот именно они являются примерами Present Continuous. Например, здесь. Я еду сейчас за рулём в аэропорт. Позвони мне через час. Я вам это слово дам, когда буду давать новые слова. Дальше. Они закрывают двери. То есть, she is on the plane, она на самолёте, and they are closing the door. Они закрывают двери. Дальше. Теперь Саймон спрашивает. Что ты делаешь? И она говорит. I'm checking in. Check in. Вообще, это глагол означает регистрироваться. То есть, заезжать в отель. Это будет I'm checking in. А здесь I'm waiting. Я жду. Я жду на паспортном контроле. I'm waiting at passport control now. Call me in half an hour. Half an hour. Это полчаса. In, как бы через час, через полчаса. Так, теперь перейдём уже к структуре. Как я вам до этого уже говорила, каждое время в английском языке есть три момента, которые нужно запомнить касательно каждого времени. Во-первых, когда мы используем это время. Это вот эти вот. Вот это место. Всегда получается одна картинка у меня во всех временах. И это помогает видеть эту картинку перед глазами. Потому что во всех временах, когда я объясняю времена, то есть детям, школьникам, взрослым, всегда рисую одну картинку. В этом угле слова, которые временные, фразы, тайм-маркеры. Слова находятся. Здесь у нас находится вспомогательный глагол. Здесь у нас приводятся те случаи, когда мы используем это время, и потом уже формулы. И самое главное – это вот именно когда мы используем это время. Present Continuous используется для того, чтобы обозначить действия, когда мы хотим сказать о действиях, которые происходят прямо сейчас, на момент говорения. Например, сейчас вот я объясняю. I am explaining the new topic. Например, новую тему. Либо, например, вы сейчас меня слушаете. You are listening to me. То есть прямо то, что происходит прямо сейчас. Также действия, которые происходят на данном этапе жизни, то есть временно. Например, сейчас я вот учусь водить машину. Не факт того, что это прямо вот сейчас вы сидите за рулем и учитесь водить. Нет. Ну, например, даже если это, ну, скажем, в течение месяца вы будете учиться, вы говорите, вот, ну, как поживаешь, ну, вот, нормально, вот сейчас учусь водить машину. Вот это тоже будет произведен Continuous. Получается, это как будто бы вокруг сейчас. Временно происходят какие-то действия. Так. И второе, самое главное вещь – это тайм-маркеры. Тайм-маркеры, они как маяки, которые помогают именно в океане времен. Эти слова, они являются для вас ориентиром. Например, как вы помните, present simple, у него тайм-маркеры были always, usually, often, sometimes, hardly ever, never, everyday и так далее. В этом времени это сейчас, now, вот видите, либо это right now, говорят прямо сейчас, да? Right now, тоже, наверное, слышали. At the moment, на данный момент, today, сегодня, this week, на этой неделе. И теперь третья вещь, которая важна, это формула, это структура. Теперь посмотрите. Здесь как раз-таки выходит ваш любимый ing. Очень часто, например, люди в моей практике встречаются так, что любят вот этот ing везде пихать. Нет, вы его только должны ставить, когда present continuous. И не забывать о to be. Здесь to be, m из r, выходит в роли вспомогательного глагола. Он не является, он здесь не несет никакого значения. Он не является, помните, мы говорили, когда проходили to be, что он несет значение является, находится, есть. Например, я являюсь учителем. Здесь to be не несет такое значение. Здесь to be, он просто помогает, помогает составить предложение. И позитив, и негатив, и questions. Например, чтобы сказать, я сплю, мы говорим, I am sleeping. Кстати, present continuous очень легко объяснить на казахском. Почему? Потому что казахша present continuous есть. Например, если в present simple это будет мин ктаб о кимон, а в present continuous это будет мин ктаб о ков жатерман. О ков жатерман, я ктаб жатерман, а дышу в жатерман. Это все будет present continuous. А в русском языке таких различий нет именно в глаголе. Например, я читаю книги, читаю, вообще читаю по жизни, либо я читаю книгу сейчас. Читаю, читаю. Глагол никак не меняется, поэтому очень иногда для русскоговорящих сложно ориентироваться именно в present simple и continuous, потому что в русском нет никакой разницы. Ты говоришь, например, я сплю по ночам, либо я сплю сейчас. Сплю-сплю, никак не меняется глагол. Но тем не менее в английском, как и в казахском, глагол меняется. В казахском мы добавляем жатерман, отерман, тур, ихтаб тур, суэлисеп тур, или, например, ижумусн жасаб жатерман. Все, что происходит прямо сейчас, то же самое, как в английском. В present continuous он отличается от present simple. Теперь посмотрите на негатив. Когда мы хотим сказать, я не сплю сейчас, I am not sleeping, так как у нас to be вспомогательный глагол, он же помогает составить negative sentences, и, значит, к нему мы добавляем not. В present simple, как вы помните, у нас вспомогательным глаголом был do, does. К нему мы добавляли, и у нас получалось don't, либо doesn't. А здесь у нас вспомогательный глагол добавляется к to be. Я не сплю, у меня кто вжат ханжокпан, I am not sleeping. Мен сурис вжат ханжокпан, I am not talking. И так далее. В вспомогательных глаголах am, is, are выходит вперед. И дальше то же самое, subject and verb, ing. WH-question тоже по такой же логике, как везде. Просто перед вот этим встают все вопросительные слова. What, why, where и так далее. Поэтому, what are you doing? Я здесь не стала расписывать, там, you, he, she, it, потому что к этому времени вы уже, в принципе, довольно-таки легко разбираетесь, когда am, когда is, когда are. И здесь нет необходимости говорить, что если he, то это is, если you, то это are, потому что, ну, уже вы не делаете такие ошибки. И посмотрите, пожалуйста, на примеры. В позитив, I am working now, я сейчас работаю. He isn't doing homework, он не делает домашку. I am sleeping, ты спишь? Ихтава цымба, what are you doing? Что ты делаешь? Не стиваться. Или мы, например, на русском, что делаешь? Вот это будет, what are you doing? Окей, let's move on. И сейчас мы будем слушать, а нет, сейчас мы это прочитаем, потом мы будем слушать и разбирать вот этот текст. И здесь мы разбираем, здесь мы учимся распознавать, когда использовать present simple, а когда present continuous. Undercover boss. Undercover boss is a TV show where different bosses work undercover. They want to know more about their workers and about problems in their companies. In episode one, David Clark, the boss of a big hotel chain, is working undercover for a week in one of his hotels. Undercover boss – это такое телевизионное шоу, где различные начальники работают под прикрытием. То есть они работают так в своей же компании, что их никто не знает, что это они являются начальником. И они хотят, вот посмотрите, они хотят, they want to know, они хотят узнать больше о своих рабочих, о проблемах внутри компании. В первом эпизоде David Clark, начальник или управляющий большой сети гостиниц, работает под прикрытием в течение недели в одном из своих отелей. Ну давайте. He usually works in an office, but today he's working in a hotel. Он обычно работает в офисе, но сегодня он работает в отеле. И вот, вот посмотрите. Usually – это у нас слово present simple, поэтому будет works, present simple. Но сегодня, but today – это временно, он работает в отеле. И здесь мы используем present continuous. Дальше. He usually wears a suit, but today he is wearing – здесь должно быть he is wearing – jeans and t-shirt. Так как вы уже должны были распечатать today-формат, как раз здесь вы должны вписать he is wearing. Здесь тоже обычно он носит, он одевает костюм, но сегодня он одел или он одет киптер, джинсы и футболку. He usually has important meetings, but today he is working in the bedrooms. Он обычно проводит важные встречи, но сегодня он работает в спальнях. He usually finishes work at 6 o'clock, but today he is finishing at 8. Обычно он заканчивает в 6, сегодня он заканчивает работу в 8. То есть, я думаю, здесь не так уж сложно, и вы поняли, что ключевым моментом во временах являются их тайм-маркеры. Они являются маяками. То есть, вы можете ориентироваться с помощью этих слов. Дальше. И вот сейчас вы будете слушать, и потом я вам переведу несколько фраз, которые наиболее здесь сложные. МОНДАЙ Давид says he's a new worker, and that his name is Andy. The other workers don't know who he really is. Today, he's working in the kitchen. He's washing the dishes. The people in the kitchen usually work 80 hours a week. One of the ovens isn't working, but David thinks the food is good. Tuesday. Today, he's working in the bedrooms. Next week is a hotel inspection. The workers are repairing things, but only in the rooms for the hotel inspector. They aren't repairing things in the other rooms. David is angry, but he can't say anything. Wednesday. Today, David is working in the restaurant. He's serving breakfast. He's wearing a uniform, a white jacket and a hat. The waiters and waitresses always work very hard. Thursday. David is cleaning rooms. The workers only have a quarter of an hour to clean a room. David is working very hard. He's very tired. At the end of the week, David says, I'm not Andy. I'm David Clark, your boss. The workers are very surprised. After the program, David changes some things in the company. He gives the good workers more money. Okay, думаю, всё понятно. Но, в принципе, здесь не такой сложный текст. И здесь вот как раз-таки я вам хотела показать предложение, как-то используется в present continuous. Вот посмотрите. He is working in the kitchen today. Сегодня он работает на кухне. He is washing the dishes. Он моет посуды. The people in the kitchen usually work. Люди обычно работают 80 часов в неделю. 80 hours a week. One of the ovens. Oven – это духовка. Isn't working. Не работает. Расап троганжок. Жум степ троганжок. But David thinks the food is good. Но David думает, что еда нормальная. Сегодня, во вторник, сегодня он работает в спальнях. То есть в комнатах. Next week is a hotel inspection. Следующей неделе будет проверка отелей. The workers are repairing things. But only in the rooms for the hotel inspector. Рабочие ремонтируют некоторые вещи, но только в тех комнатах, где будет инспекция. They aren't repairing things in other rooms. И они не ремонтируют вещи в других комнатах. И David на это очень зол, но ничего не может сказать. Вот это новое слово repair будет у вас в словаре. Today David is working. Он сегодня работает в ресторане. Working in the restaurant. He is serving breakfast. Тоже новое слово serve. От слова service. Service. Serve – это глагол обслуживать либо подавать. Сегодня он подает завтрак либо обслуживает за завтраком. И он сегодня одет белый пиджак и шляпу. Ну или шапочка. The waiters and waitresses always work very hard. Официанты и официантки всегда работают очень усиленно или усердно. И посмотрите, work – почему здесь present simple? Потому что always, потому что всегда. Когда всегда, обычно мы используем present simple. По четвергам. Сегодня четверг. Today is Thursday. And David is cleaning rooms. И David чистит комнаты или убирает комнаты. The workers, работники, имеют только 15 минут. A quarter of an hour to clean a room. Чтобы почистить одну комнату. И David работает очень усердно, и он уставший или он устал. В конце недели David говорит, что он не Энди, что он босс. Работники очень удивлены. После программы David меняет несколько вещей в компании. Он дает больше денег своим работникам. Хорошим работникам. Окей. Так, следующее. Вот это вот, это у вас с ним таск. Получается, сейчас я вам включу трек. Перед этим я вам объясню новые слова, которые вы можете услышать в этом треке. И после этого вы должны будете ответить на эти вопросы и отправить мне WhatsApp. Желательно устно. То есть вы читаете вопрос, what kind of clothes does fat face have? И говорите, fat face has, имеет такие-то, такие-то, такую-такую-такую-то одежду. Fat face, this is a shop. This is a shop, this is a clothes shop. Одежда. Кстати, вот слово clothes часто произносится неправильно, говорится clotheses. No. Читается как clothes. Окей? Clothes. Окей. So, вы услышите такие слова. You may listen, you may hear such words like experience, опыт. Вот здесь, смотрите. In secondary schools in the UK, students aged 16 and 17 do two weeks work experience. В высших школах в Великобритании или в старших классах студенты 16-17-летние делают двухнедельную практику, то есть проходят двухнедельную рабочую практику, можно так даже сказать, рабочий опыт. Listen to Sandra. This is Sandra, who is working as a shop assistant. Ассистент, который работает как ассистент, как продавец в магазине одежды, который называется fat face. Так, informal clothes, неофициальная одежда, то есть casual clothes, это как джинсы, футболка и так далее. Things like that. Вещи наподобие этого. Очень часто используют native speakers такую фразу things like that. То есть они говорят, например, ну я могу вас спросить, что вы любите делать в свободное время? И вы можете сказать, I like reading, watching films and things like that. И что-то наподобие этого. И так далее, да, что-то типа такого. Дальше. Вы услышите слово customer. Customer, то же самое, как client, означает клиент, потребитель. Find, найти, находить. I help the customers to find what they are looking for. Я помогаю клиентам найти то, что они ищут. What they are looking for. Look for это искать. Например, что ты ищешь? Не издепторским. What are you looking for? Make new friends. Заводить новых друзей. Stand up all the time. Стоять всё время. Вот посмотрите вот на слово заводить новых друзей. Если бы вы не знали слово make new friends, и постарались бы перевести слово дословно, да, как заводить. Как же будет заводить? Смотрите в словаре. Ой, как же это будет? И вам, скорее всего, словарь выдаст совсем другое слово. Поэтому очень важно стараться не... То есть не старайтесь переводить с русского прямой, да. Старайтесь звучать целыми фразами. Например, make new friends – это заводить новых друзей. Но заводить детей – это будет совсем по-другому. Okay. Stand up all the time. Стоять всё время. It's quite hard. Довольно-таки тяжело. In general, в общем. И сейчас я включу, а потом вы уже ответите на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что она может делать, когда закончится ее практика? Does she wear a uniform? Where are the clothes she is wearing today from? Откуда, да? Where are from? Вы знаете, откуда вот эта одежда, которую она сегодня одела. И также вам нужно ответить на вопрос Do you think it's a good idea for young people to do work experience? Как вы думаете, это хорошая идея для молодых людей, для молодежи проходить вот такую вот рабочую практику? Так, these are new words and phrases. The first word is leave the house. Здесь есть также фотографии. Leave the house. Уезжать, выходить из дома. Например, вы можете сказать Я выхожу. I'm leaving the house. То есть я выхожу. Шахвжатр. Дальше carry a suitcase. Нести чемодан. Carry a suitcase. Get a taxi. Значит, ловить или садиться в такси. Get a taxi. Wait for a flight. Ждать рейс. Flight – это полет, либо рейс. Wait – ждать. Ждать после себя требует предлог for. Например, я жду тебя. I'm waiting for you. Или, например, подожди меня. Wait for me. Wait for someone. Запомните. Arrive at a hotel. Прибыть в отель. Некоторые читают неправильно. Arrive – должно быть. Arrive at a hotel. Stay in a hotel. Тоже не hotel, а hotel. Остановиться, останавливаться в отеле. Дальше. Phone – home. Здесь phone выступает в роли глагола. Как глагол. Phone – home. Звонить домой. Например, мне нужно позвонить домой. I need to phone home. Либо можно сказать I need to call my parents. Позвонить родителям. Pack a suitcase. Упаковать чемодан. Здесь легко запомнить, потому что здесь идёт слово pack, как в упаковать. У-па-ко-вать. Buy presents. Покупать подарки. Book tickets. Book здесь не книга. Book, если это глагол, он означает забронировать. Например, забронировать столик будет book table. Столик на двоих, например. Book a table for two. Здесь надо забронировать билеты. Book tickets. Rent a car. Тоже, в принципе, легко запомнить, потому что мы знаем, есть русское слово renta. Rent a car – это взять машину в аренду. Либо арендовать. Rent – это арендовать машину. Либо rent a flat – арендовать квартиру. Wear a coat. Пододеть куртку. Lie on the bed. Лежать на диване, на кровати. Lie. Когда вы... Если вы хотите поставить на present continuous, сказать, и вот я лежу сейчас, то здесь у нас будет... Когда к нему добавляется ing, то вот эти два гласных... Две гласные буквы убираются. Здесь ставится просто y и дальше ing. Lying. Nothing much. Ничего особенного. Даже have a good time. Хорошо проводить время. Have meetings. Проводить собрание. Либо иметь собрание. То есть у меня утром собрание. I have a meeting tomorrow morning. Repair things. Починить вещи. Repair – это чинить, либо ремонтировать. Things, но вещи там всякие. Serve. Я уже вам говорила. Подавать, либо обслуживать. Clean rooms. Чистить комнаты. Tidy – убираться. Также у вас были две фразы. Call me in an hour. Позвони через час. In здесь выступает как через. Через час. In an hour. Запомните, что слово час, hour, произносится без h. То есть h – он здесь silent letter. Silent – то есть молчаливая буква. Silent letter, поэтому мы говорим in an hour. И слышится как будто одно слово. Не надо читать call me in an hour. No, never. Call me – как одно слово in an hour. Call me in an hour. Call me in half an hour. Однако half – половина. Она х читается. Буква h читается, но тем не менее l не читается. То есть половина – half an hour. Call me in half an hour. Дальше. Это вот новые слова. Обязательно нужно это выучить. Я вам отправлю Quizlet. Так, а это ваше домашнее задание. Здесь нужно… Здесь фокус только на Present Continuous, поэтому нужно вставить везде Present Continuous. Например, I can't talk now. Я не могу говорить, потому что я сейчас за рулем. I'm driving. Ну и так далее. Дальше. Здесь то же самое вы должны поставить. Все эти глаголы in brackets, в скобках, именно в Present Continuous. И, кстати, про себя можете перевести на русский, чтобы понимать, о чем здесь идет речь. Например, Excuse me, you are sitting in my seat. Вы сидите на моем месте. Sorry. Ну и так далее. Следующее упражнение. Здесь на определение. То есть сможете ли вы использовать правильно Present Simple и Present Continuous. Они немножко сложнее, чем предыдущие предложения. Здесь нужно округлить circle, округлить правильную форму. Например, James usually goes или is going. Вот эти вот два варианта, они выделены курсивом. James, так как это usually, обычно это слово Present Simple, вы здесь ставите goes. Usually goes to university in the morning, but today, но сегодня он учится дома. He is studying at home. Дальше у вас также идут несколько идеологий и предложений. Вы должны правильно вставить либо Present Simple, либо Present Continuous. То есть вы должны округлить. Следующее предложение. Следующее упражнение даже труднее, чем вот это. Здесь вы уже должны будете также определить, что больше подходит Present Simple или Present Continuous. Например, do you usually walk to work? Так как здесь usually, и это еще и вопросительные предложения. И вспоминаете, как в Present Simple делаются вопросительные предложения. И ставите do и walk. Do you usually walk to work? Ты ходишь пешком на работу? Ты обычно ходишь пешком на работу? Ну, например, давайте первое попробуем. Oh, no. Смотрим дальше. And I don't have my umbrella. У меня нету сейчас зонтика. А, ну, значит, сейчас идет дождь. It is raining. It is raining. И так далее. Обращайте внимание на вот эти вот фразы, маяки. Every week. Если this week. Какое время используется. И так далее. Еще одно упражнение, это на перевод. Translate. Даю перевод, даю упражнение на перевод для того, чтобы вы задумались, как вот это вот, вот эти вот фразы сказать на английском. Я именно даю в той форме, которую мы обычно так разговариваем на русском. Например, что ты делаешь? Либо мы говорим, что делаешь? И как это сказать на английском? Что особенного? Просто лежу и смотрю ТВ. В русском мы так и говорим, просто лежу и смотрю. Но в английском мы скажем, здесь обязательно будет просто я. Или я просто лежу и смотрю. Например, I am. Дальше лежу и смотрю ТВ. Папа что делает? Если бы я вам написала, прямо как в английском, что папа делает сейчас. Но в русском мы говорим именно, а папа что делает? А мам что делает? А дети что делают? И так далее. То есть вы должны перевести, и я посмотрю, как. И таким образом вы тоже будете уже чувствовать, какое, как и изъясняется на английском. Дальше. И finally. This is speaking task. You should answer these questions. What are you doing now? Что вы делаете сейчас? What are family members doing? Что делают ваши члены семьи? Либо если вы сейчас не с семьей, то кто с вами рядом? Например, если вы в офисе, можно сказать What are your colleagues doing now? Что ваши коллеги сейчас делают? What are you wearing? Во что вы одеты? Do you read books? Читаете ли вы книги? Это present simple. Вообще читаете вы книги? Если да, if yes, which book are you reading? Какую книгу вы вообще читаете сейчас, на данный момент? Do you watch сериал? Смотрите ли вы сериалы? Если да, то какой сериал вы сейчас смотрите? So, this is the end. I will be waiting for your tasks. Thank you for your attention. Goodbye. Goodbye.